Всем привет! В этом видео я расскажу как разблокировать смарт-хаб телевизора Samsung. В связи с новой блокировкой смарт-телевизоров от компании Samsung я решил дополнить предыдущую инструкцию и внести некоторые изменения. Данная инструкция на текущий момент является единственным известным действенным решением данной проблемы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Это видео будет полезно всем, кто пострадал от недавних блокировок смарт-телевизоров от компании Samsung 22 января и 4 февраля этого года. Итак, начнем. Если вы купили так называемый серый телевизор, вы могли столкнуться с проблемой блокировки смарт-хаба. При этом ни одно из приложений стало недоступно для использования. На экране вы увидите следующую надпись This TV is not fully functional in this region. Для того, чтобы это исправить, нужно попасть в сервисное меню. А чтобы попасть в сервисное меню понадобится специальный сервисный пульт или же смартфон с инфракрасным портом и специальное приложение. На пульте нужно нажать Info Factory. Что касается телефона, то вам нужно зайти в Play Market. Здесь найти и скачать приложение Artcoid Free. Ссылка будет в описании. Запускаем приложение. Здесь в нижнем углу жмем на три точки и выбираем Download Artcoid File. Далее ищем пульт для телевизора Samsung. Нам нужен именно сервисный пульт. Он находится в самом конце списка. Пульт 2008 года. Прежде чем приступать к настройкам, если ваш телевизор подключен к сетевым кабелям к роутеру, кабель нужно отключить. Выключаем телевизор, если он включен и включаем его уже с телефона. Жмем красную кнопку Power. Дальше жмем кнопку Info и Factory. После чего должно открыться сервисное меню. После перехода в сервисное меню можно уже воспользоваться стандартным пультом от телевизора. В приложении Artcoid нужно было, чтобы попасть в это меню. Если у вас полноценный пульт, можно попробовать зайти в сервисное меню с него. Для этого на пульте поочередно, не спеша нажимаем кнопки Mute, 119, Enter и ждем пока появится сервисное меню. Затем нажимаем 1234, после чего должно появиться расширенное меню. Работает это не на всех моделях. Далее будьте предельно внимательны, чтобы ваш телевизор не превратился, как говорится, в кирпич. Следуйте строго представленной инструкции. Открываем Options. Local Set. Здесь нужно установить следующую локализацию EURS AFR. Дальше опускаемся ниже к пункту MRT Options. Открываем его. Переходим в Language Set и нажимаем Enter. Жмем вправо, пока не появится Sys. И нажимаем Return. Затем переходим в Region. Здесь должен стоять Region PanEuro. В PNP Language устанавливаем Rus и Wi-Fi Region Q. На этом настройка закончена. Далее переходим в Factory Reset и нажимаем Enter. И еще раз Enter. Ждем пока телевизор выключится. Теперь нам нужно сделать подмену IP. Для этого нам понадобится ноутбук или компьютер с Wi-Fi модулем. Подключаем ноутбук или ПК к роутеру через Ethernet кабель, чтобы он получал интернет через кабель, а не через Wi-Fi. Ждем пока значок не сменится на подключение по кабелю. Теперь нужно скачать две программы Connectify и HideMyVPN. Вместо HideMyVPN можно использовать другой удобный VPN клиент. Устанавливаем Connectify и соглашаемся на перезагрузку. Скачиваем, устанавливаем и запускаем HideMyVPN. Здесь меняем расположение, к примеру, на Германию и жмем подключить. Снова открываем Connectify. В общий доступ к интернету выбираем HideMyAdapter. Доступ к сети в режиме маршрутизатора. Указываем имя точки доступа и пароль. Жмем запустить точку доступа. Затем подключаемся к точке доступа, к примеру, с телефона и промеряем, изменился ли регион. Для этого воспользуемся сервисом foer.net или tuip.ru. Регион Германия, все верно. Теперь включаем телевизор. Выбираем русский язык и жмем вправо. Жмем далее до тех пор, пока не предложат выбрать беспроводное соединение. Выбираем нашу точку доступа и вводим пароль. В следующем окне с политикой конфиденциальности наберите на пульте комбинацию кнопка перемотки вправо, 2.8.9. Перемотка влево. Также на этом этапе вы можете использовать другую последовательность. Кнопка mute, громкость вверх, канал вверх, кнопка mute. Выберите нужный смарт-хаб. После чего появится прежний экран конфиденциальности, в котором нужно отметить все чекбоксы и выбрать ОК. Далее нужно войти в учетную запись. Жмем создать или войти, если она уже есть. Завершаем настройку телевизора. После этих манипуляций Samsung Smart Hub должен стать активным. После можно отключить точку доступа и подключить обычный Wi-Fi или сетевой кабель. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить данную проблему. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.